Юрий, что Вы скажете о российских санкциях? Насколько они могут повредить Украине и в какой степени? Можно сказать так, в краткосрочной перспективе отчасти эти санкции повредят. В долгосрочной перспективе эти санкции приведут к улучшению экономики Украины. Почему? Ну, вообще, нужно эти санкции осматривать как многоаспектное явление. Во-первых, я перечислю основные моменты. Действительно, большинство лиц, находящихся в российском санкционном списке, это патриоты Украины, которые занимают четкую проукраинскую, прогосударственную позицию. Имеется в этом списке также часть и российской агентуры. Причем там некоторые российские агенты, которые находятся в списке, их включили специально, чтобы легитимировать в лице украинского сообщества, чтобы они потом бегали, хвастаясь, на дерево шланга и сказали, вот это ж дивитесь, мы тоже вот в этом списке, мы вороги, мы в России, мы патриоты. Вот. И другая часть российской агентуры, представители так называемого оппозиционного блока, и лица, которые, значит, ну, ненавидят Украину, все украинское, готовы убивать украинцев, они находятся в этом санкционном списке, потому что не сформировали единую позицию в отношении того кандидата в президента, который выдвигает Кремль. Этих людей специально включили в этот список для того, чтобы на них поддавить, чтобы они сосредоточили свои усилия в отношении конкретного пророссийского путинского кандидата, которого Россия хочет видеть здесь, в Украине. Идем дальше. Значит, действительно, вот эти 68 компаний, которые включены в этот список, они осуществляют торговлю с Россией, имеют определенные финансовые средства в российских банках и в крымских в том числе. Вот. Поэтому это форма давления тоже на тех бизнесменов. И более того, я хочу сказать так, что по смыслу постановления правительства, которое учреждено президентом правительства Медведевым, в этот список можно как добавлять соответствующих физических и юридических лиц, так и убавлять. Так вот, некоторым лицам за добавление, точнее нет, за то, чтобы они не были в этом списке, откупились. Просили с них огромнейших денег, чтобы не попасть. То есть для России это, кстати, еще один из способов заработать на украинцах. Но важно понять, какого рода финансы находятся в российских банках, которыми обладают так называемые в кавычках украинские бизнесмены. Вот вы просто посмотрите. В банке Европы и США эти люди не могут поместить свои деньги. Почему? Потому что там очень хорошо работает законодательство о противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем. То есть этих лиц попросят, скажем, предъявите, пожалуйста, документы, подтверждающие основания приобретения ваших денег. Но они же не будут показывать все свои схемы за счет взяток и ресурсов. Естественно, у них там эти деньги не возьмут. В украинских банках им эти деньги хранить тоже, скажем так, небезопасно. Потому что здесь и правоохранительные органы работают, и где-то что-то по политическим мотивам могут с ними разобраться. Поэтому для них остается Россия. И почему еще Россия? Потому что мы должны прекрасно понимать, что до победы киевского Евромайдана, то есть это 20 февраля 2014 года, Украина оставалась за годы так называемой формальной зависимости российской экономической и политической колонии. И у этих людей, которые сейчас хранят деньги в российских банках, у них с российским руководством и различными мафиозными криминальными кругами была тесная деловая связь. И пользуясь своими связями они решили свои деньги отмывать в России, в том числе и в банках Крыма. Но мы должны прекрасно понимать, что эти деньги, которые отмываются там, они вредны для Украины. Почему они вредны для Украины? Потому что эти лица, которые хранят свои финансы в России, они, естественно, по требованию Путина финансировали бы всяких пропутинских кандидатов, различные бандформирования в Украине, которые занимаются убийствами и похищениями людей, активистов, нагнетают здесь общественно-политическую обстановку и так далее. Поэтому эти деньги, они вредны. И получается таким образом, что Путин, захотев повлиять на этих людей, чтобы они объединились в свои усилия и позиции вокруг того кандидата, который этот же Путин навязывает Украине, у него это сделать не получилось, как мы видим, раз появились эти санкции. И таким образом Путин в перспективе сделал для Украины благо. То есть он отсек Украину от вот этих грязных коррупционных денежных средств, которые бы в перспективе могли только пойти во зло Украине. То есть получается так, что Путин играл и, как говорится, здесь он сам себе переиграл в этой ситуации. То есть те фирмы, которые зарабатывают честно, нормально сотрудничают с Западом, с другими странами, у них эти санкции, естественно, их не касаются. Вот. И более того, фирмы, которые попали под список, они в течение, я думаю, нескольких месяцев надут другие рынки сбыта продукции, переориентируются и будут еще в большем плюсе. И эти санкции, на самом деле, они прочерчили еще больший водораздел между Россией и Украиной. Для России это означает еще усугубление заряции экономически и политически. еще больше усугубление заряции. Для Украины это означает еще больше экономической независимости от России. Это означает, что Украина будет меньше зависеть от вот этих грязных денег, которые ей работают во зло, которые могут работать против Украины. И, значит, третий немаловажный вариант, который заключается в том, что, значит, количество этих людей будет в списке лишь увеличиваться. Потому что сейчас вот эти так называемые, значит, лица, которые попали под санкционный список, деньги арестованы. То есть они морально нейтрализованы. И чем, значит, Путин будет больше здесь терпеть свое фиаско предвыборное, связанное как с лоббированием своего кандидата в президенты Украины, так и своих депутатов, тем больше вот этих всех своих шестерок он будет вписывать в этот список. А украинские компании, вот эти 68 юридических лиц, они найдут рынки сбытых в других странах и таким образом в долгосрочной перспективе у них улучшится бизнес. То есть улучшится товарообородство с другими странами и будет больше денег поступать в казну Украины. Но я хочу выявить еще следующий аспект, который, значит, небезопасен. Вот, например, если мы посмотрим на таких лиц, как глава МВД Арсен Аваков и депутат Верховной Рады Народного фронта Антона Герасченко, эти лица, ну вот, и там еще иных есть ряд лиц, они уже де-факто с момента российской агрессии находятся под санкциями России. Почему? Потому что против них Следственный комитет России сфабриковал уголовное дело, что якобы, значит, они там участвовали в каких-то там боевых операциях, запрещенных войной, как бы, этой самой конвенции. Ну, то есть, было что-то на оккупированном Донбассе России. Ну, то есть, в России против них тоже сфабриковало уголовные дела, поэтому в России они вот уже с 2014 года приори не въездные, и ничего у них в России вообще нет. Вот. И обратите внимание, вот, против тех лиц, я что хочу сказать, это важный сигнал, против которых Россия и уголовные дела возбуждает, и вносит в различные санкционные списки, это, как правило, все потенциальные кандидаты на уничтожение российскими спецслужбами и их агентурой здесь, внутри Украины. Поэтому тем людям, которые находятся, тем лицам, которые попали в эти санкционные списки и будут попадать, им очень важно позаботиться, что и о своей личной безопасности. Потому что Россия здесь создает при помощи своих криминальных денег, в том числе, опять-таки, вот этой агентуры, в которой часть агентов попали в список, как это я называю, систему управляемого криминала. И, значит, за деньги российские спецслужбы и по их методичкам, то есть, главная российская спецслужба, которая занимается дестабилизацией общественной политической обстановки в Украине, это главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, бывшие группы. То есть, они дают деньги, сформируют здесь различные преступные бандформирования, методические схемы, как убивать здесь и нейтрализовывать граждан Украины и различных общественных активистов, тех, кто в том числе борется с коррупцией. Поэтому я еще раз повторю, что лицам, которые попали в этот санкционный список, стоит задуматься о личной безопасности. Хорошо. Слава Украине! Спасибо. 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 Спасибо.